Короче, мне все равно, ты найдешь себе девушку, жену и будешь счастлива жить, ты будешь на коленях, на корточках стоять, как бульдог Харламов, смотреть, все будет хорошо. Я не знаю, я негативный, я в депрессии. Расскажите про меня дизлайву, не знаю, я просто говорю это в глупости, в отчаянии, потому что я один, абсолютно, никто не слышит. Только вот этот дизлайв, он свое лицо скрывает, а я не скрываю. Вот в чем весь прикол. Все вот эти вот блогеры, они скрывают свои лица, потому что они очень экстренисты, ну, по меркам общества, современную, очень жесткие вещи говорят. Скорее всего, они меня проклянут, там, зовут, возьмите, мой дизлайв вроде христианин, но он, если он не лицемерит, он по-доброму должен относиться к мужчинам вообще. Даже если, даже если, еще Позняков есть, что он сделает, напишет о том, когда я сброшусь с высоты и запишу видео. Он, он, он читал, он смотрел все посты Познякова, но он настолько тупой, что, что он все равно сбросился ради какой-то и там дальше начнет называть девушку. Ну, сами понимаете, словами, типа, сравнивая ее, там, на букву Ш, первое Ш, а последнее А, там, понимаете, конечно, никакого нету эмпатии, никакого уважения людей в другую группу. Вы, как, не знаю, вы были бы, были бы хоть немного цивилизованными людьми, и я тоже. Не хватает этого, поэтому мы никогда не объединимся, мы все в одиночке. Вот он получает свою выгоду этот, Позняков, просто и все. Он вообще открыто называет русских, с такими визительными словами, хотя я сам русский. Ты можешь его контент разделять, но просто, когда человек называет русских людей, такими словами, от этого человека ты можешь, как бы, может он и правильно остальное все говорит, но этот человек, как правило, я вот сталкивался, ничего хорошего не принесет. Все мои предки были крепостными в царской России, потом были в колхозах, потом во второй, потом в Великой Отечественной войне защищали родину, всех русских загребали в одну эту, моя бабушка стала, и родственников всех этих мужчин загребли. Это тот, кто спрыгивал, того застреливали, всех, всех моих дедов убили на войне. Один прошел всю войну, его убил снайпер, немецкий. В конце уже в Берлину, когда с Берлина он начался. А теперь мы... Теперь я рисую, выкладываю, говорю всякую ерунду, да? Никому не надо, это неинтересно. Только проблема не создаёт. Если человека повредили в роддоме, то чё, как он может накачаться? Безняков будет считать такого ничтожества, типа недочеловеком, да? Или Антон Скальд. Антон Скальд, кстати, рассказывал обо мне. Просто я ему имя своё не говорил, я под анонимной страницей ему рассказывал свою ситуацию из реальной жизни. Он в одном из подкастов рассказывал обо мне, когда они общались с этим. Сейчас чё-то он не хочет вообще, когда я с настоящей страницы ему написал. Он там рассказывал, что я могу тайм-коды дать, где он при меня рассказывает. Я могу просто сообщение своему переслать и всё. У меня такое впечатление, что он просто смеётся над русскими, над тем, как здесь жестоко. У него, я не знаю, нету сочувствия. Такое ощущение. Но я его могу понять, потому что если ты столько натерпелся, пережил здесь, столько хамства стучал, у тебя, конечно, возникнет какое-то злорадство даже, что, может, вы и достойны такого отношения к себе, если ты смог уехать из-за. Я не осуждаю его, просто шаль, что никто, только Рома Механик меня подержал. Там меня кое-кто подставил, сказав ему, что якобы я сказал, что заплатил деньги. На самом деле я не платил, никому не говорю, что я платил. Просто моя мама учила, что все люди равны, они будут, все хорошо относятся. На самом деле есть люди, которые тебя за человека ты не считаешь, а ты их считаешь за человека. И ты очень горько поплачешься, когда останешься с ними друзьями или пойдёшь с ними куда-нибудь. Как простодушный русский человек, открытый душою. Ты не замечаешь зла, не замечаешь жестокости, которые отдаёшь свою жизнь. Ничего не можешь изменить. Сибирусский человек был на месте вот этого Павленского, который то, что он делал, то, что вы помните. Его бы просто сразу же на пожизненное посадили и всё. И больше ничего не... Вообще ликвидировали бы, и нигде СМИ ничего не сказали об этом. Странно, что Павленского... Он ничего не изменил в стране, ничего не сделал. Своими акциями, ничего. Ни во Франции, нигде. Он типа хотел бы вдохновить людей. Я так думаю. Но он ничего не смог сделать. Ну просто ничего не смог сделать. Я не смог ничего сделать. Тут только выставил себя посмешищем. Городским сумасшедшим. Никто не понял. Никто не поддержал. Ну, никто не поддержит это. Короче, ладно, ребят. Здесь ещё можно будет поля... Напишите в комментариях, что здесь нарисовать. Хотя вы не напишите. Вам лень даже это. Может, и не писать, какая разница. Да... Особие на рождении ребёнка. При этом, что Путин постоянно одно и то же повторял, что у нас рост рождаемости. Молодец, молодец. Интересно, куда он использует этих детей? Куда государство их использует? Собирайте конфуз, зовите меня. Я хочу свою речь столкнуть. Я не об этом буду, а о другом говорю. Немножко, вкратце. Две минуты мне всего лишь нужно. Собирайте из... Пятидесяти их нибудь, которые пишут там по одной букве в чате. А, О, П, Привет, П, 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 Пу. Немасы кидают там. Такие вот какие-нибудь конфликты. Ну, какие обычно в России, в Рунете бывают. У меня их же не бывает в Рунете конференций. Я там речь столкну, они посмеются. Немасы там все сделают. Покажу им картину антивоенную. И все. Западет им в душу. По крайней мере, они могут, может быть, поумнеют хоть. Когда вырастут. Защитятся от бойни бессмысленной. Ради кучки банкиров. А может, и наоборот. Это не повлияет на них. Наоборот, они подумают. Вот какой-то... Только-только клоу может. Ну, уничтожество там. Что-то такое говорить. Так хотите, короче, ребят. Все, что хотите, делайте. Жаль, что мои рисунки все исчезнут в пустую. Спасибо тем, кто ценит мои рисунки. Спасибо, Костю Клео, что купила мои рисунки один. Надеюсь, ты не разочаровалась. Искренне. Спасибо тем, кто ценит. Вам внушали, что на обиженных воду возят. А есть такое выражение. Художника может обидеть каждый. Я говорю же вам, что... Старайтесь не обидеть ни одного художника в мире. Ни одного. Точнее, если это не крашеный парикмахер, который манерно, истерично орет и навязывается вам. От него лучше просто подальше отойти. И все равно он окажется с вами недоволен. Он обзовет вас там, обматерит. А вот просто вот таких художников, как я, старайтесь... Ну, просто по-человечески вот. Если хотите, можете там обижать, оскорблять, нанежать. Что хотите, сменяться, шутки там, шутейки. Просто вы не представляете, насколько чувствована душа художника. Можете этим воспользоваться. Пожалуйста, я вам не запрещаю. Просто я вам сказал. Ваш выбор. Знаешь, карма или... Кто знает, может быть, если ты не воспользуешься этим, начнешь издеваться, может быть, карма тебе накажет, потому что я сказал, что... Сколько я уязвим. Я ничего не могу с этим поделать. Сколько лет. Путин тебе сказал, рожай. Это... Иди там, детей делай, там, рожай. Выходи, женись там. Так что идеи. А что с этими детьми будет, Путин тебе не скажет. А знаешь, я тебе скажу, только тебе не понравится, что я скажу. Я тебе это просто нарисовал на стене рисуночек. Что может быть? Из-за того, чтобы дать простым людям... Ай, короче. Стали говорить. Повторять. Здесь вообще нету никакого. Это тебе не... Здесь невозможно ничего. Полное отчаяние. Чувствую. Полное одиночество. Стены запертия. Одиночных. Нет ни одной души. Которая мне подбежала. Точнее, ну, есть там некоторые. Но это просто... Ну, ничто вот. Все вот, кто вот эти вот, кто что-то делали, они все ничто просто не сделали. Они просто... Ну, я тоже то, что я делал, я тоже ничего не сделал. Ну, если я сжег себя, поджег себя бензином в этом этом митинге Навального тогда, как раз, то я бы просто тоже ничего бы не изменил. Меня бы просто посчитали дурачком. И все. Ну, и моя мама, отец гореваливает. Вот все. Понимаешь? Жаль, что мы ничего не можем изменить. Мы не можем просто даже обедниться, поговорить нормально. Ничего. Что же мы можем сделать, чтобы попытаться это сделать? Чтобы попытаться обединиться. Говорить хоть начать нормально. Давайте будем не использовать никаких грубых слов вообще друг с другом. просто вот стараться молчать, потом говорить, чтобы ни грубых слов не использовать. Может быть, это поможет. Потому что слова, сама речь у нас, она так построена, что она тоже настраивает людей друг к другу в какой-то степени. это очень интересный феномен. Это должны разбирать филологи, а не я. что-то не очень-то хороший пейзаж получился. Снимаю на телефон для нового, который даже уже не упускается. жалуюсь на жизнь. Желаю вам всего хорошего, ребята. Надеюсь, у вас нормально все. Сейчас я попробую еще найти синий минок. Я пробую воду прорисовать. Считай жироселого, как нужно быть доминантом, сенцом. Доминируй, там, нижай. Называй там всех. Дели всех людей на омежик, на доминантов, и так далее. Прочую дичь. Будь, будь, короче, самым умным, крутым, там, ты вообще просто вещайший человек. Много пользы принесешь об обществе. Много пользы принесешь избив, унизив других мужчин, будешь молодец. Ты не понял сарказм, тот кто-то не поймет. Даже не буду пояснять. смотри, там, этого Бирюкова, тоже ста настоящим мужиком вместе с этим жироселовым. посмотри, посмотри, смесь, вместе с не жироселовым, а новоселовым. Вот, забыл. Простите, пожалуйста, я, простите, пожалуйста, бери свои слова. я сам больной человек, я ни в коем случае не одобряю файт-шейминг и так далее. это наоборот хорошо, когда человек, я наоборот завидовал людям, у которых много веса, потому что у них холодно, они, и вообще в России на самом деле больше уважают таких людей, чем худых. потому что худой человек гораздо слабее, хуже холод переносит. Короче, слушайте, Берекова, там, этого, всех прочих. Молодцы, молодцы, продвинулись. Короче, без разницы, в общем, что хотите делать, я не смотрю больше блогеров, никаких там. Не, ну я слушал же, ой, новоселова, по поводу коммунизма, что там раскулачивали с ужасной жестокостью, что это я, это я считаю, правильно говорил, что раскулачивали простых людей, которые просто трудились, это жестоко было. Я лайком поддержал там все. Но то, что он там говорит, что нужно доминантность свою показывать, нужно постоянно других мужчин унижать, там, как-то ну пожалуйста, унижайте, что хотите делать. Будьте, будьте доминантными, там, санцами и всякое прочее. Радуйтесь жизни. Вы же такие крутые все. считайте себя суперменами. Вы же сверхлюди поднижшие. Над прической выгармагинала никто, никому, всем запрещено смеяться. Прическа выгармагинала это прическа супер человека. моя прическа это прическа самого позорного ничтожества и фрика. А прическа убермагинала это просто шик, пик моды. Скоро все будут так ходить в России. Кстати, это будет хорошо. Вот и все. Короче, ребят. Причем, убермагинала не художник, а я художник. Я, по идее, могу позволить себе любую прическу носить, покрасить волосы, не знаю, потому что я творческий человек все-таки. А убермагиналом, так сказать, Толян шутит, шутейте там, шутит, ржет там, как хрен знает, кто это. Кашляет, и собирает донаты с нищих русских людей, которые живут в России, хотя сам живет в Америке, не перекинем. Донат на философ Толи. Я вызываю тебя на Versus Battle. Давай. Как Ларин. Я как Ларин. Я вызываю тебя на Versus Battle. Давай. Может, если выходить на Versus Battle по насемкам, то нужно полностью просто голым выходить и сверху надеть какой-то у братишки такую вот накидку, которая, только которая будет за всякими бриллиантами инкрустирована и зубы бриллиантами, так зубы, и показать тебе зубы бриллиантами, а у него-то зубы без бриллиантов. Потому что он в Америку там любит все такое. А, еще шапку Наполеона одеть там, короче, ну вообще, можно его победить, по идее, можно только так, в принципе. Полностью голым, шапку Наполеона и кое-чем длинным, таким розовым, то, что он любит. Он любит Пэрисы. Спеть песню ему про Пэрисы. Давай, Панасенко, пой песни. You love Pэрис, he love Pэрис, Панасенко, вы любите Пэрисы. Пэрисы, любят Пэрисы. На самом деле, он нормальные вещи втирает, я слушал его, про Натурдаун, например, нормальные вещи втирает. Я, ну, оценил, даже переслушал про Натурдаун, там, ну, много чего, я вообще много чего слушал раньше, всех слушал, кроме каких-то бьюти-блогеров, конечно, да даже бьюти-блогер одного смотрел, который губит, красит, один раз.